Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Лиза Трианда Фелиди и Алексей Чайчиц прибыли на поляну. Вполне возможно, что из-за травмы Никита Кузнецов не сможет продолжить борьбу за квартиру. Мы не сможем дальше участвовать, говорит он, если в следующих этапах конкурса будут физические задания. На проекте обсуждают тему легкодоступности Екатерины Кузнецовой. Легкодоступный назвал ее Дима Талыбов. Он рассказал всем об интимных отношениях с девушкой, о том, что его руки были в ней. Зрители считают, что настоящий мужчина не повел бы себя так, как Дима, не стал бы поднимать эту похабную тему. Кстати, Екатерина уже была на проекте в 2012 году. Тогда, видимо, она не была настолько раскрепощенной и задержалась на Доме-2 всего на несколько дней. Олеся Клочко призналась в недавнем ток-шоу, что она оказывала экскорт-услуги. У нее было 60 мужчин. Никита Шаляков был в шоке. Но он готов и дальше строить с Олесей отношения, только попросил ее пообещать, что она никогда больше не вернется к прошлому. Сергей Кучеров отметил свое 28-летие. В соцсетях его поздравили Юлия Ефременкова, а также его сестра. Лера Фрост и Захар Соленко отметили 4 месяца отношений. «Четыре месяца счастья», – пишет Захар. «Я тебя люблю». Лилия Четрару опровергает слухи о том, что она простила Сергея Захарьяша. Они еще не вместе, но с Филом Лилия уже рассталась. Майя Донцова пригласила Алексея Купина на свидание в аквапарк. Она готова меняться и попросила Алексея составить список пожеланий. Леша пожелал, чтобы Майя удалила все номера бывших парней, чтобы выезжала за периметр только с ним, ни в коем случае не с Машей к окну, и самое главное, чтобы она отказалась от алкоголя. Также Майя теперь обязана готовить ему завтрак, обед и ужин и ходить в спортзал. Майя согласилась. Иосиф Аганесян думает об уходе с проекта вместе с Сашей Черно. «Любовь мы построили, а что дальше? Я намерен поговорить с ведущими на эту тему». Ольга Васильевна Габозова написала очень эмоциональный пост. Андрей Чуев закончил строительство, и она готова переезжать в Москву. «Москва, встречая», – пишет женщина. «Кто не верил, что Чуев выполнит свое слово? Что скажете? А я всегда ему верила, я его хорошо знаю». Ольга Рапунцель дала интервью Рустаму Солнцеву. Она сказала о том, что они с Димой Дмитренко ждут пополнения в семье. Также она не стыдится своего прошлого. Рустам спросил, как так, ты показала всей стране свой треугольничек и живешь, как ни в чем не бывало. Мой треугольничек никто не трогал, и вообще ситуация изменилась. Теперь у меня в приоритете семья, и подобные занятия для меня табу. Антон Гусев и Вика Романец до сих пор официально не сообщили о своем примирении. Поклонники об этом догадываются только по некоторым снимкам, которые Антон и Вика публикуют по отдельности. У Лизы Полыгаловой появился поклонник, она похвасталась подаренным ей шикарным букетом. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»!